время еще ранее хочется еще полежать но там же шум какой-то в бульдожьей комнате беру инструмент и иду что это за инструмент они здесь за стенкой и когда дерутся бьются об стенку и меня будет это вот инструмент успокоительный будешь баловаться я тебе и тебе надою и тебе надою что это за новое такое существо лохматое я почему принес эту штуку сейчас окину на растерзание щёточка чистая я ее помыл ну минут на 15 может быть хватит пока ее обследуют раздербанит а потом придется новое что-то искать причешу вас ну что вы что не спите вот так вот с утра начинается тут игры понаблюдая за ними все заводили сейчас викторию разбудит сейчас они осмелеют и эта щетка будет по всему дому таскаться сначала видите такие неуверенные движения что это за монстр не мухает потом этот монстр будет повержен да он уже повержен так ну что началось ну в общем минут 15 меня гарантировано спокойствие не будут заняты этой метелкой девочка она спокойно она такая девочка играется сама собой эти два бандиты бандиты бандитка более бонни и клайд помните это шурка из передом это современные французские французские бонни и клайд Я недавно кино пересматривал тоже, поэтому вспомнил. Алиночка, она такая девочка, маленькая, такая скромненькая и тихая. А это бандиты. Ну, в хорошем смысле слова. Вот она сама с собой играет, сама себя развлекает, видите, и в компашку не лезет, она самодостаточная. Ну, вот видите, все, тишина. Теперь мы какое-то время будем тихо себя вести, пока не освоимся. Потом давай нам новую игрушку. Игрушек полно, разные. Только, знаете, они где? Они вот туда забиваются. Я их потом шваброй достаю. Ну, а потом они-то, бульдожки уйдут, уедут, разберутся. И игрушки, в принципе, и не нужны, поэтому. Мирочка уже выросла с игрушек. Марсик тоже. Жорик тоже вырос. Алилик, он как-то и без игрушек вырос. У него игрушка была косточка. Большая такая, говяжья косточка, здоровая. Вот это и была самая лучшая игрушка. С ней года два играл. Закопает ее под дерево, потом раскопает. Потом опять. Потом у нас стало меньше и меньше этой косточкой. И потом куда-то мы ее, короче, не нашли. Куда-то она делась. Так, что это за звуки? Ага, вот, звуки. Это, знаете, что они? А полосики раздрыживания произошло. Ну, пытались это покрыть, и она-то пластик. Здесь ничего такого нету. Ну, раздражается сливистое. И реакция такая, что вот где-то, ну, все, уже съели мы. Все безотходно. Просто вот эта волосинка попала, ну, как бы, он ее проглотил, а она там... Вообще не буду давать. А она сделала... Ну, знаете, как работный рефлекс вызвала, и все. Вот они. Кто-то из них вырвал. Ничего страшного. Ладно, не буду давать тогда эту штуку. Да и жалко. Она мне пригодится. Для того, чтобы мусор убежать. Ну, и вот этих вот немножечко вот так вот будут баловаться. Я буду по попе, по попе. А ты? Тебя не будут. Ты хорошенькая. И ты хорошенький. И ты хорошенький. Ладно. Неудачная игрушка. Отнесу на место ее. Вот играйте вон шарик. И вон, знаете. Вы что? Идите. Ну, у них игрушки, они быстро к ним привыкают. Так, ладно. Ставлю на место. А тут уже вон у нас рассвет. Видите, как в зимнем саду хорошо. Вон солнышко начинает сходить уже. Утро. Время. Семь часов утра. Двадцать пять минут. Это утро, не вечер. Вечером солнце не всходит. Вечером солнце заходит. Так, ко мне гость. Шурка пришла. Шурка. Ой, какая. Гости. А когда не трое сюда попадает, ой, тут дурдом маленький происходит. Шуренция. А ее трудно поймать. Она такая шустенькая. О, выловил, изловил. Ну-ка, давай назад. Назад, назад. А то ты сейчас тут на коврах мне сделаешь отметины. Все. Спасибо. Продолжение следует...